Добрый день, уважаемые коллеги. Те, кто онлайн, слышно нас? Слышно прекрасно. Здравствуйте, Рафаэл Иосифович. Очень рады вас видеть. Жаль, что не смогли приехать. Здравствуйте, Рафаэл Иосифович. Добрый день. Уважаемые коллеги, кворум для проведения диссертационного совета имеется из семей членов диссертационного совета. Присутствуют все. Разрешите заседание диссертационного совета по специальности медицина при НАУ Карагандинский медицинский университет считать открытым. На повестке дня защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии PHD Измайловича Марины Рашидовны на тему биомаркеры эффективности аллергенспецифической иммунотерапии у больных сезонными аллергическими заболеваниями. Специальность медицина. Данная диссертация выполнена в НАУ Карагандинский медицинский университет. Научным консультантом является Газалиева Беревна Тарстана, доктор медицинских наук, профессор Национальной академии наук, проректор по клинической работе НАУ Медицинский университет Астаны. Глушкова Наталья Егоровна, PHD, профессор кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины, директор НИИ здоровья Казахского национального университета имени Альфа-Раби. Акледиани Лейлэ Тимуровна, кандидат медицинских наук, профессор, декан школы медицины и наук здоровоохранения Батонский международный университет. Официальным рецензентом является Бетанова, Эмир Ажан Искановна, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафтеры общей иммунологии, Казахского национального медицинского университета имени Асвиньянова. Утеббаева, Гульзадажа Целыкарна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней с курсами нефрологии, гематологии, аллергологии, иммунологии, нау медицинский университет Астана. Для оглашения документов личного дела соискателя слово предоставляется ученому сектору институционного совета Стабаевой Лыльи Дюббаева. Пожалуйста. Доброе утро, глубоко уважаемые председатели, уважаемые члены институционного совета. В личном деле докторанта Измайловича Марины Рашидовны имеются все документы по перечной требуемым Комитетом по обеспечению качества, сведения науки и высшего образования МНВО РК. Все документы были сданы в положенные сроки. Разрешите огласить характеристику. Марина Рашидовна в 2011 году закончила Государственный медицинский университет города семьи по специальности лечебное дело с квалификацией врач-лечебник. В 2012 году окончила интернатуру при Государственном медицинском университете города семей по специальности терапевт с квалификацией врач-терапевт. В 2014 году Измайлович Марина Рашидовна окончила резидентуру при Государственном медицинском университете города семей по специальности аллергология и иммунология, в том числе детская. В 2015 году Измайлович Марина Рашидовна начала свой трудовой путь в качестве ассистента-стажера в кафедре иммунологии и аллергологии в Карагандинском государственном медицинском университете города Караганды. Следующим этапом трудовой деятельности является поступление докторатуры в 2018 году. За годы обучения в докторатуре я писал диссертационную работу на тему биомаркера эффективности аллергии специфической иммунотерапии у больных с сезонными аллергическими заболеваниями, представленную на соискании степени доктора Писи. За время прохождения докторатуры имеют по теме диссертации 14 научных работ, из них четыре в научных изданиях рекомендованных комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК. Две публикации в международном научном издании, входящем в информационную базу Скопус. Одна публикация в международных научных изданиях, индексируемых в РИНС и входящих в ПЕЧ-ИМА. Три публикации в материалах международных конференций. Три свидетельства о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом. Методическая рекомендация для врачей – оценка состояния пациентов с сезонным аллергическим ринитом на фоне проведения аллерген специфической иммунотерапии. В личном деле имеются отзывы отечественных и зарубежных научных консультантов, положительное заключение расширенного заседания кафедры внутренней болезни, наук, организм, медицинский университет, на котором диссертации рекомендованы к публичной защите. Диссертация прошла техническую проверку в Национальном центре государственной научно-технической экспертизы. Таким образом, документы в деле соискателей соответствуют установленным требованиям Комитета по обеспечению в качестве сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК. Благодарю за внимание. Спасибо. Уважаемые члены диссертационного совета, будут ли вопросы? Вопросов нет. Вопросов нет, спасибо. Тогда слово предоставляется докторанту. Измайлович Марине Рашириной, пожалуйста, у вас 15 минут. Глубоко уважаемый председатель, члены диссертационной комиссии, разрешите представить результаты диссертационного исследования на тему биомаркера эффективности аллергеноспецифической иммунотерапии у больных с аллергическими заболеваниями. Актуальность нашего исследования в первую очередь обусловлена высокой распространенностью аллергических заболеваний, которыми, согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день страдает около 500 миллионов человек по всему миру. Среди них самым распространенным к сезонным аллергическим заболеваниям является аллергический линит, которым страдает до 50% человек по всему миру. ВОЗ прогнозирует, что к 2050 году каждый второй человек на планете будет страдать от аллергии, причем распространенность аллергических заболеваний будет неуклонно расти, особенно в промышленно развитых странах. В последние годы активно исследуется влияние витамина D на развитие тяжести респираторных аллергических заболеваний. Согласно международному консенсусу по аллергическому линиту 2023 года, дефицит витамина D в крови ассоциируется с увеличением тяжести, а также распространенностью аллергического линита и бронхиальной астмы. Ситуация в Казахстане также вызывает беспокойство, так как, согласно недавним исследованиям, уровень дефицита витамина D среди населения достигает 80%, что может способствовать росту заболеваемости и аллергическими заболеваниями. Следует отметить, что основным патогенетически обоснованным методом лечения аллергических линитов остается аллергенспецифическая иммунотерапия. Таким образом, изучение эффективности аллергенспецифической иммунотерапии в условиях дефицита витамина D представляет собой важную задачу для современной медицины. На данном слайде представлена схема взаимодействия витамина D с клетками врожденного и приобретенного иммунитета. Витамин D, как мы видим, влияет на различные клетки иммунной системы, модулируя их функцию и регулируя воспалительные процессы. Целью исследования является оптимизация алгоритма аллергенспецифической иммунотерапии при сезонных аллергических заболеваниях на примере аллергического иммита. Задача исследования следующая. Провести систематический обзор исследований молекулярной аллергодиагностики при аллергенспецифической иммунотерапии. Изучить клинику-лабораторную эффективность и безопасность разных режимов аллергенспецифической иммунотерапии на основании результатов рандомизированного контролируемого исследования. Определить прогностически значимые лабораторные маркеры эффективности аллергенспецифической иммунотерапии в комплексе с холик-кальциферолом. Разработать клиникодиагностический алког redeem менеджмента больных с сезонными аллергическими заболеваниями на примере аллергического иммита. Научная новизна исследований заключается в следующих аспектах. Впервые проведен систематический обзор исследований за период с 2011 по 2021 годы, где собраны данные, подтверждающие роль молекулярной аллергодиагностики в повышении эффективности осид. Впервые в Республике Казахстан проведена комплексная оценка клинических и лабораторных показателей при осид с холикальциферолом у пациентов с аллергическим ринитом. Исследование показало, что уровень гидроксивитамина D и общего иммуноглобулина E являются ключевыми лабораторными маркерами, которые могут служить индикаторами эффективности проводимой терапии. Впервые в Республике Казахстан изучено качество жизни пациентов с аллергическим ринитом, получавших осид с холикальциферолом. По данным результатам получены авторские свидетельства. Практическая значимость исследований заключается в разработке и внедрении эффективных инструментов и методик для улучшения диагностики и лечения аллергических ринитов. А именно создан инструмент для оценки тяжести симптомов и качества жизни у пациентов с аллергическим ринитом. Разработана схема аллергенспецифической иммунотерапии с холикальциферолом, а также алгоритм менеджмента аллергического ринита для врачей-аллергологов-иммунологов. Результаты данной работы успешно внедрены в медицинские организации. Основная суть теоретической значимости заключается в том, что разработаны методические рекомендации для врачей-аллергологов, которые внедрены в практическую деятельность на амбулаторном уровне, а также на кафедре внутренних болезней Карагандинского медицинского университета. Также получены акты внедрения. Основные положения выносимы на защиту. Молекулярная аллергодиагностика является высокоточным методом подбора аллергенного профиля, что позволяет выявить предикторы эффективности осид. Осид в комплексе с холикальциферолом является наиболее эффективной терапией по сравнению со стандартной схемой осид, что подтверждено клинически и лабораторно. Лабораторными маркерами эффективности осид в комплексе с холикальциферолом с наибольшей прогностической значимостью является концентрация гидроксилитамина D и общего иммуноглобулина E в крови. Разработанный и предложенный алгоритм менеджмента аллергического ринита является эффективным инструментом, повышающим качество жизни и снижающим тяжесть симптомов у пациентов на практике. Дизайн и методы исследования. Исследования включают три этапа. На первом этапе для решения первой задачи проведен систематический обзор исследований молекулярной диагностики при аллергиоспецифической иммунотерапии. На втором этапе для решения второй и третьей задач проведено рандомизированное клиническое исследование с определением ключевых клинико-лабораторных маркеров эффективности. И на третьем этапе для решения четвертой задачи проведено аналитическое исследование для создания клинико-диагностического алгоритма лечения аллергического ринита. Структура рандомизированного клинического исследования. Проведено исследование предсезонного курса оси. Отбор пациентов производился в соответствии с критериями включения и исключения. Изначально в исследовании было включено 157 человек в возрасте от 18 до 60 лет, которые были рандомизированы на две группы. Группа контроля, получающая стандартную схему осид, и группа вмешательства, получающая осид с холикоциферолом. В ходе первой фазы исследования выпало 4 пациента. Таким образом, итоговая выборка составила 153 человека, 75 пациентов в группе вмешательства и 78 человек в группе контроля. Клиника-лабораторное обследование проводилась на базе областного аллергологического центра Девера. На первой визите проводилась оценка клинических симптомов, качества жизни пациентов, а также забор крови для исследования лабораторных маркеров. На втором визите после окончания курса лечения оценивались лабораторные маркеры. И на третьем визите после сезонного обострения оценивали клинические маркеры. Данная диаграмма отражает процентное распределение выявленных аллергенов в ходе молекулярной диагностики. Превалирующее количество пациентов как в группе вмешательства, так и в контрольной группе имели сенсибилизацию к компонентам трав полыни, тимофеевки и амброзии, что составляет основную долю выявленных случаев. АСИД назначалось в соответствии сенсибилизацией к мажорным компонентам аллергенов АМВ1, АРТВ1 и АРП1.5. Для защиты первого положения проведен систематический обзор, целью которого является анализ новейших литературных источников, соответствующих стольким методологическим требованиям. Отбор исследований проводился в соответствии с протоколом призма. На первом этапе мы обнаружили 522 публикации в базе ПАБМЕД и после других базах добавил еще 47 записей. После удаления дубликатов и тщательной проверки критерия включения в обзор вошли 13 публикаций высокого методологического качества. В данной таблице представлена краткая информация об эффективности молекулярной диагностики, полученной от данных публикаций. Результатом систематического обзора является то, что молекулярная энергодиагностика демонстрирует высокую точность выявления ГЭС-сенсибилизации, что подтверждено у 3497 пациентов. 10 исследований показали способность выявлять истинную сенсибилизацию. 11 исследований подтвердили способность обнаружить перекрестные реактивные молекулы, влияющие на сенсибилизацию и эффективность осид. Таким образом, молекулярная диагностика повышает точность идентификации истинной сенсибилизации, что критически важно при выборе оценки и эффективности осид. Данный этап выявил ключевые аспекты применения молекулярной диагностики в осид и сформулировал обоснованную гипотезу для дальнейших исследований. Результаты данной работы также отражены в публикации в журнале «Селс», имеющей 84-й процентиль в базе скопуса. Для защиты второго положения мы провели сравнительный анализ клинических и лабораторных показателей в группе исследований. Клиническая оценка проведена с помощью представленной адаптированной анкеты для оценки тяжести симптомов заболевания и качества жизни пациента с аллергическим ринитом. Клиническая оценка включала анализ следующих симптомов, такие как заложенность носа, ринорея, зуб носа, глаз, чихание, и которые были выражены общим баллом. Как мы видим, группы исследований не имели статистически значимых отличий до начала терапии. Однако после лечения медиана общего балла тяжести симптомов в группе вмешательства с использованием осид с холикальцферолом составило 6 баллов, в то время как в группе контроля 9 баллов, что свидетельствует о более легком течении аллергического ринита в группе вмешательства. При оценке эффективности не все пациенты дали хороший клинический ответ на проведенное лечение. У 80% пациентов, получающих осид с холикальцферолом, наблюдался хороший ответ на терапию, что на 8% выше, чем у пациентов, получающих стандартную схему осид. Оценка безопасности проводилась по данным фиксации нежелательных реакций в дневнике самоконтроля. У 12% пациентов, получающих осид с холикальцферолом, наблюдались нежелательные реакции в виде першения в горле, сдуда, жжения в ротовой полости, что на 7% ниже, чем у пациентов, получающих стандартную схему осид. Тяжесть аллергического ринита в группах исследования также оценивалась по частоте использования назальных кортикостероидов и антигистаминных препаратов. После лечения в группе вмешательства, получающей осид с холикальцферолом, получено статистически значимое снижение частоты использования топических ГКС и антигистаминных препаратов по сравнению с группой контроля, получающей стандартную схему. Оценка качества жизни в группах исследования включала анализ различных аспектов повседневной деятельности, качества сна, психологического состояния пациента, которые также были выражены общим баллом. До терапии группы не имели отличий по состоянию, качеству жизни, и, как мы видим, после аллергеноспецифической иммунотерапии общий балл качества был ниже в группе вмешательства, получающей осид с холикальцферолом по сравнению с группой контроля. Это указывает на более значительное улучшение качества жизни в группе вмешательства. Анализ лабораторных данных показал, что после завершения курса осид уровень общего иммуноглобулина Е и азинофильного катионного белка существенно снизились в группе вмешательства по сравнению с группой контроля, однако все же сохранялись на повышенном уровне относительно референсных норм. Показатели специфического иммуноглобулина Е также демонстрировали тенденцию к снижению, однако различия между группами не достигали статистической значимости. Уровень гидроксивитамина D в крови значительно повысился в группе вмешательства по сравнению с группой контроля и достигал референсных значений. Для защиты третьего положения мы провели корреляционный и линейный регрессионный анализ факторов, чтобы выявить влияние различных переменных на эффективность терапии, измеряемый финальным показателем общего балла тяжести симптомов. Основной целью данного анализа также было идентифицировать группы риска, которые могут демонстрировать слабый ответ на лечение. Корреляционный анализ выявил сильную отрицательную корреляционную связь финального показателя общего балла тяжести симптомов заболевания с базовым показателем гидроксивитамина D. Это указывает на потенциальную роль витамина D в снижении тяжести аллергических проявлений, что может быть связано с его воздействием на иммунный ответ. Сильную положительную корреляционную связь общий балл также имел с базовым показателем общего иммуноглобулина Е и базовым показателем эзинофильного катионного белка. Корреляционная связь средней силы была с специфическим иммуноглобулином Е. Это подтверждает, что высокие уровни данных показателей ассоциируются с более выраженными симптомами аллергии, что подчеркивает их значимость в оценке аллергической чувствительности и ответа на терапию. После корреляционного анализа нами проведен линейный регрессионный анализ, направленный на выявление значимых предикторов тяжести симптомов аллергического ремита. Полученные данные подтверждают, что модель обладала высоким качеством и позволяла предсказать тяжесть заболевания на основании двух основных предикторов общего иммуноглобулина Е и гидроксивитамина D. Данные факторы были статистически связаны с исходом и значимо влияли на тяжесть заболевания. Снижение уровня гидроксивитамина D на единицу приводит к увеличению балла тяжести на 52 тысячные. Увеличение же общего иммуноглобулина Е в крови на 1 единицу связано с ростом общего балла тяжести на 6 тысячные. В то же время уровень эзинофильного катионного белка и специфического иммуноглобулина Е не показали статистически значимой закономерности влияния на общий балл тяжести. Данные графики наглядно демонстрируют регрессионную функцию, характеризующую зависимость финальных показателей общего балла тяжести от бадовой концентрации гидроксивитамина D и общего иммуноглобулина Е. Для защиты четвертого положения нами был разработан клиникодиагностический алгоритм менеджмента больных с аллергическим ринитом. В предложенном алгоритме менеджмента аллергического ринита мы учли эффективность включения молекулярной диагностики аллергии и витамина D, несмотря на отсутствие соответствующих рекомендаций в обновленном протоколе РК. Первое. Мы адаптировали и внедрили новый инструмент для диагностики аллергического ринита. Это анкета, позволяющая оценивать степень тяжести симптомов и качество жизни пациентов с аллергическим ринитом. Второе. Мы включили использование молекулярной диагностики аллергии в качестве основного инструмента, осуществляющего точный подбор состава аллергенов для осид. Третье. Мы добавили определение концентрации гидроксивитамина D в крови у пациентов с аллергическим линитом до осид при уровне ниже референсных значений включения в протокол осид-коликальциферола. Это соответствует внедрению результатов нашего научного исследования в практику. Разрешите выводы, представленные на слайде, не зачитывать, так как они представлены у вас в аннотациях. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста, к докладчику. Дмитрий Георгиевич, подборите. Пожалуйста, Лёшович. У меня несколько вопросов. Первый вопрос сразу, буквально на ходу возник. Диссертан говорит, что уровень витамина D на фонде лечения у нас повышался. Ну, я бы удивился, если он не повышался. С какой целью определяли уровень витамина D на фонде лечения? Ну, как бы, британские ученые установили, что они британские ученые. Вот это из этой же уровень. Это первый вопрос. Мы по ходу будем задавать вопросы или я сразу все отключу? Как удобнее. Давайте лучше сразу все вопросы. Вы записывайте. Второй вопрос, соответственно, возникает относительно закоррелированности вообще признаков, используемых при оценке качества жизни пациента. То есть мы знаем, что при линейной регрессии у нас признаки не должны быть между собой закоррелированы. В противном случае у нас эмпократ и, соответственно, адаптивный эмпократ работать не будет. В такой ситуации возникает вопрос, какая была корреляция между признаками. То есть наблюдалась ли корреляция? И второе, с этим же вопросом связан сразу вопрос относительно наблюдаемых уровней дисперсии. То есть, опять же, мы говорим, что если у нас дисперсия достаточно большая, а мы на графике видим, что дисперсия, очевидно, должна быть достаточно большая, то в такой ситуации опять, ну, наверное, квадратный будет самым лучшим индикатором надежности модели. И в такой ситуации надо брать какие-то альтернативные метрики для дискуссионных анализов. Соответственно, возникает вопрос, а какие альтернативные метрики диссертант использует? Ну и вопрос... Успевайте? Ну да. Вопрос относительно положения выносимых на защиту. Первое положение выносимых на защиту. Молкулярная аллергодиагностика является высокоточным методом подбора аллергии, альтернатного профиля, ба-бабы. Вот. Соответственно, возникает вопрос, а что до диссертанта не было известно этого, да? Что молекулярная аллергодиагностика является высокоточным методом. Если уж вы хотите защищать это положение, то в такой ситуации надо будет подтвердить какими-то индикаторами того, что это действительно высокоточный метод. Ну и то же самое относительно научной новизны. Впервые, читаю, впервые проведен систематический обзор исследований за период с 11 по 21 год. Захожу в инсибирь и набираю просто систематику ревью аллергийской терапии, получаю 92 результата. Впервые или нет? Пожалуйста, ответьте. Спасибо. Спасибо, Илья Сулейманович. Пожалуйста. Благодарю за вопрос, Илья Сулейманович. Касательно первого вопроса относительно витамина D, для чего мы определяли, насколько повышался уровень витамина D? Соответственно, для чего мы определили, чтобы понять, насколько коррелирует уровень повышения витамина D, либо же уровень витамина D снижался, и насколько он коррелировал у нас с остальными лабораторными показателями. То есть, поскольку биомаркеры для оценки тяжести аллергического ринита нами были выбраны специфически общими на глобулин Е, эзинофильный котионный белок, который в соответствии с международными клиническими рекомендациями показывает у нас аллергенные тяжести аллергии и в целом выявление аллергии, собственно, мы выявляли витамин D и определяли, насколько влияет уровень витамина D на тяжесть лабораторных показателей, то есть на уровни изменения лабораторных показателей, и в соответствии с этим, насколько это может отразиться на клиническом течении заболевания и на тяжести аллергического ринита, но и соответственно на эффективности терапии в результате аллергеноспецифического лечения. Для этого мы и показали, что уровень вырос, поскольку повышение витамина D даже на фоне терапии, на фоне применения витамина D не у всех пациентов показывало достаточно хорошие показатели повышения, не у всех достигало референсных значений, что может быть связано и с индивидуальными особенностями пациента, и с особенностями метаболизма витамина D, и с особенностями скрытыми, особенностями организма пациента, которыми невозможно было на этапе скрининга диагностировать и выявить при том же объективном осмотре пациента, при лабораторном выявлении заболеваний, которые бы исключали пациентов из данного исследования. С данной целью мы и показали, что уровень повышался именно в группе, получающей осид с холикальциферолом. Относительно второго вопроса, касательно проведения корреляционного и регрессионного анализа, для чего нами выбран был корреляционный анализ? С той целью, чтобы выявить взаимосвязь данных лабораторных маркеров с клиническими признаками и с клинической тяжестью заболевания пациента. То есть сам по себе корреляционный анализ, к сожалению, он не показывает, насколько эти биомаркеры лабораторные могли бы повлиять на тяжесть заболевания. Собственно, следующим этапом мы провели регрессионный анализ. Мы не проводили дисперсионный анализ, мы проводили регрессионный анализ. Дисперсия у нас выявила на графике именно разброс данных показателей, лабораторных показателей, но все же более практическое применение нам дал именно регрессионный анализ. Модель, которая показала 0,82, что составляет 80% дисперсии показателей итогового балла общей тяжести, который опосредуется включенными независимыми переменными, то есть или переменными влияния в данную модель. Соответственно, для практической цели модель регрессионного анализа и данные выявленные показатели, то есть это гидроксивитамин D, это общий моноглобулин Е, они у нас показывают, насколько данные переменные влияния определяют дисперсию и изменение переменной исхода, то есть тяжести заболевания на фоне проводимой терапии. То есть с данной целью мы провели именно два данных анализа. По поводу первого положения относительно проведения систематического обзора молекулярной аллергодиагностики, мы включили наиболее актуальные, наиболее свежие публикации, которые отвечают строгим методологическим требованиям. Да, действительно, систематические обзоры проводились, но мы также провели еще дополнительную информационную обработку данных публикаций. Мы использовали инструменты для оценки качества данных публикаций, такие как шкала Нью-Касл-Оттава, мы использовали протокол Призма. И, соответственно, те публикации, которые не отвечали данным методологическим требованиям, были исключены из исследований на этапе скрининга, на этапе отбора. Соответственно, мы провели аналитический труд, который нам дал дополнительный новый результат, новое научное знание. И, соответственно, в результате этого мы включили данный блок в раздел наших собственных исследований. Касательно четвертого вопроса, что был впервые проведен систематический обзор. Да, действительно, был впервые проведен с периода 2011 года, куда были включены источники с 2011 по 2021 год, опять-таки отвечающие высоким методологическим требованиям, которые прошли тщательную аналитическую обработку, дополнительную информационную обработку, повторюсь, но и, собственно, мы в раздел новизны также добавили данный блок. Вы хотите сказать, что и то, что я провел сейчас запрос над себя и получил 92 образца, это, получается, не актуальная информация? Информация, конечно, не актуальная. Ну, в общем, я бы просто рекомендовал в данной ситуации термин впервые, используя весьма аккуратно. Это, ну, стандартная такая ошибка всех диссертантов, мы впервые, мы впервые. Впервые сейчас делать весьма сложно что-то, вот, поэтому, ну, просто при любви к смене, все, в моем обществе. Благодарю за вопросы. Спасибо. Илья Сурманович, по остальным вопросам получили ответы удовлетворены? Да, спасибо. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Можно резинцом? Да, пожалуйста, Рафаил Юрьевич. Рафаил Юрьевич, у вас микрофон выключен? Выключился. Включен? Да, все слышно, хорошо. Ага, извиняюсь. Можно ли говорить о том, что это реально первые вопросы, первая попытка по применению витамина Д для усиления специфической иммунотерапии? Проводились ли такие исследования в Казахстане и в мире? Это первый мой вопрос. Второй вопрос. Почему для усиления, повышения эффективности АСИД соискатель Марина Рашидовна выбрала именно витамин Д, а не какие-то другие препараты со свойствами иммуностимуляторов? И последний вопрос. Вот у вас в основном краткосрочные эффекты терапии были приняты, а мы в аллергологии больше любим долгосрочные эффекты оценивать. Насколько обоснованы исследования краткосрочных эффектов и какие иммунологические механизмы объясняют эту эффективность? Спасибо. Спасибо, вы успели записать? Да. Пожалуйста. Уважаемый Рафаэль Иосифович, по поводу первого вопроса, да, действительно, были проведены подобные исследования в мире. В 2014 году имеются работы группы ученых во главе с ученым Джоуди было проведено исследование именно эффективности аллергеноспецифической иммунотерапии, но среди детей. Дети имели заболевание бронхиальную астму и были сенсибилизированы именно к крещам домашней пыли. И данное исследование показало, что включение витамина D повышает клиническую эффективность в группе применения витамина D по сравнению со стандартным лечением без использования данного витамина. Далее также было проведено исследование в 2017 году группой ученых из Польши во главе с доктором Ежинской. Также было проведено исследование на популяции детей, но в данном случае исследовалась иммунотерапия. Если в предыдущем случае исследовали подкожную иммунотерапию, то в данном случае использовали сублинквальный метод иммунотерапии. Также исследовали детей, но дети были сенсибилизированы к пыльце трав и получали 1000 единиц витамина D ежедневно. Что также показало более эффективным относительно схемы с аллергеноспецифической иммунотерапией без витамина D. Далее были также проведены исследования в Республике Казахстан. Начиная с 2010 года начали исследовать уровень витамина D, уровень дефицита витамина D. Также исследовали группы ученых, исследовал профессор Розенсон Рафаил Иосифович. Оценивали уровень витамина D, то есть наличие дефицита витамина D, оптимальный уровень витамина D среди детей с аллергическими ринитами. Также была обнаружена связь с низким и дефицитным уровнем витамина D при аллергических ринитах, а также при наиболее тяжелой степени аллергического ринита. Также были выявлены более низкие уровни витамина D. Также с 2015 года доктором Салтабаевой и учеными была исследована аллергеноспецифическая иммунотерапия, исследованный подкожный метод и сублингвальный метод. Наши исследования в данном случае отличаются от предыдущих, потому что мы оптимизировали, проведенные в Казахстане, то, что мы оптимизировали аллергеноспецифическую иммунотерапию, применили оптимизированную схему в комплексе с поликальциферолом. И таким образом наша гипотеза заключалась в том, что именно витамин D, включение в поликальциферол, может повысить эффективность у взрослого населения. Относительно того, почему мы выбрали именно витамин D для усиления аллергеноспецифической иммунотерапии, основана на основных иммунологических механизмах влияния витамина D на клетки врожденного и приобретенного иммунитета. Как мы знаем, в соответствии с международными рекомендациями Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии, также консенсусного документа по аллергическому линиту, мы знаем, что основной эффект аллергеноспецифической иммунотерапии заключается в развитии таких клеточных механизмов, как дифференцировка Т-лимфоцитов, ну и, собственно, повышение Т-регуляторных клеток, которые секретируют интерлекин-10 и трансформирующий фактор роста бета, который, в свою очередь, оказывает непосредственно таллергенное действие. Также гуморальные механизмы, которые обусловлены повышением иммуноглобулинов G4 и снижением иммуноглобулинов Е. Поэтому на основании данных результатов, а также на основании того, что витамин D, дефицит именно витамина D непосредственно влияет на данные клеточные гуморальные механизмы, то есть он может снижать активность и количество, дифференцировку именно Т-регуляторных клеток, также может, соответственно, влиять на Б-регуляторные клетки и, соответственно, стимулировать аллергический процесс, тем самым усиливая выработку иммуноглобулина Е, ну и, соответственно, снижая выработку таких интерлекинов Т-регуляторными клетками, как интерлекин-10, трансформирующий фактор роста, ну и, соответственно, влияет на дифференцировку лимфоцитов именно Т-хелпера в сторону Т-хелпера второго типа, которые у нас опосредуют аллергический ответ и выделяют такие цитокины, как интерлекин-4, 5, 9, 13, собственно, влияя также на эффекторные клетки. Такие как базофилы и зенофилы способствуют созреванию, активации. И относительно краткосрочных эффектов аллергеноспецифической иммунотерапии, наше исследование представило результаты, которые оценивают эффективность на протяжении 8 месяцев. Мы оценивали клинические эффекты, мы оценивали лабораторные эффекты, которые бы могли предсказать эффективность, краткосрочную эффективность. Данная оценка обусловлена развитием ранней сенситизации на фоне развития аллергических реакций. То есть, именно ранняя десенситизация, которая обусловлена вышеперечисленными факторами, способна на сроке 8 месяцев оценить и предсказать, имеется ли эффективность за данный период, основываясь на данные лабораторные маркеры, то есть эффективность осид-терапии за проведенный период. Соответственно, в дальнейшем мы планируем расширять исследования, мы планируем определять долгосрочные эффекты для того, чтобы оценить стойкость полученного результата и также оценить при других аллергических заболеваниях. Рафаэл Леонидович, Вы получили ответы на все вопросы? Очень удовлетворен. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, будут еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Марина Решитовна, учитывалась ли степень тяжести аллергического ренита? Я так поняла, вы не учитывали в работе. Да, может быть, в основной группе были как раз пациенты с аллергическим ренитом в лёгком течении? Далее, Вы предлагаете менеджмент, ведение больных с аллергическим ренитом, ведение поликартиферола. Как долго его надо пациентам принимать? Дальше, проводилась ли коррекция принимаемой дозы в зависимости от положительного эффекта? Ну, Вы, там, разные дозы в зависимости от недостатка, дефицита уровня витамина Д, разные дозы. То есть, доза коррегировалась или нет? Дальше, Вы говорили, что через 8 месяцев, да, определяли эффективность терапии, но через 8 месяцев, я так поняла, уровень витамина Д и иммуноглобулина И вы не определяли. Да, только через 2,5 месяца, то есть, на время осид терапии. Тогда как? Эффективность оценивали через 8 месяцев только на основании качества жизни и оценки клинических симптомов. Да? Дорога, пожалуйста. Уважаемая Режанна Мельна, благодарю за вопросы. Степень тяжести аллергического инита мы учитывали на первом этапе, на этапе скрининга. То есть, мы проводили анализ в группах, какое количество пациентов имело легкую степень, среднюю и тяжелую степень тяжести. Все оценивалось у нас на основании жалоб, на основании основных жалоб, таких как заложенность в носу, ринарея, чихание, зуд в носу и в глазах. Корреляцию по степени тяжести, да, конечно, мы проводили, но мы проводили корреляцию, мы не включали в данную корреляцию в раздел основных результатов, поскольку нам основной целью было показать, насколько все же обоснована эффективность, то есть мы оценивали финальный балл, и насколько обоснована эффективность применением именно гидроксивитамина D в схеме аллергеноспецифической иммунотерапии. Были пациенты, которые, часть пациентов, довольно небольшая, порядка 10%, которые имели легкую степень тяжести. Данные пациенты также показали незначительную эффективность лечения. Относительно, как долго нужно было бы принимать холикальциферол, пациенты принимали назначенные холикальциферол в течение 2,5 месяцев. Относительно корректировки доз в период исследования, дозы мы не корректировали на протяжении 2,5 месяцев. На этапе входа в исследование, на первом визите, определение лабораторных маркеров, нами был определен уровень гидроксивитамина D в крови пациентов, и в зависимости от этого уровня мы назначали определенную дозировку холикальциферола, основываясь на рекомендации Международного эндокринологического общества, а также основываясь на рекомендации Института медицины США. Прошу прощения, мы не корректировали, мы назначали дозировку холикальциферола. Минимальная дозировка составляла 2 тысячи единиц, максимальная дозировка была 5 тысяч единиц. Далее, мониторинг мы проводили спустя 2,5 месяца. Мы оценивали все лабораторные маркеры, в том числе мы оценили уровень гидроксивитамина D. В соответствии с рекомендациями Международного общества эндокринологов, уровень срок в 2-3 месяца достаточный для того, чтобы проанализировать, насколько эффективен прием холикальциферола в конкретном данном случае у данной группы пациентов. То есть, ранее этого срока, по данным рекомендации, коррекции не требуется. Коррекция возможна на этапе измерения спустя данного срока в соответствии с изменением уровня. То есть, в данном случае могут быть ограничения в плане индивидуального метаболизма, синтеза холикальциферола и индивидуальных особенностей организма пациентов, которые применяют витамин D. Да, мы определяли лабораторные маркеры сразу после аллергеноспецифической иммунотерапии спустя 2,5 месяца и спустя 8 месяцев мы оценивали клинический эффект. То есть, мы не могли оценить клинический эффект после аллергеноспецифической иммунотерапии, поскольку пациенты имели сезонное обострение заболевания. И сезон обострения у нас наблюдался спустя 8 месяцев. А нам необходимо было оценить, насколько данные биомаркеры ведут себя после экспозиции аллергенов в сезон обострения. Поэтому данный дизайн нами был принят в нашем исследовании. То есть, Вы предлагаете пациентам с аллергическим рементом принимать витамин D только во время асситтерапии 2,5 месяца. А дальше не надо принимать? Или как? Или должен снижать? Вот этот вопрос. Да, благодарю, Рожан Мельна. Далее нам необходимо основываться на результаты анализа гидроксивитамина D у данной группы пациентов. Если значение гидроксивитамина D у пациента достигает референсных значений, достигает оптимального уровня в зависимости от его градации. Допустим, достигает 30 нанограмм на миллилитр. Допустимо назначить профилактическую дозировку данному пациенту и принимать в течение 2 месяцев. Дальше нам необходимо опять проанализировать и при необходимости скорректировать дозировку. Уважаемая Марина, скажите, пожалуйста, у вас были какие-то интегральные клиники? Технические параметры эффективности. То есть какой процент пациента, возможно, получил полную эмиссию? Какой процент пациентов значительно уменьшил чистоту или протяженность приступов? То есть это первый вопрос. Второй. Ваши практические рекомендации, по вашему мнению, применимы в клинике или в реальной клинической ситуации? И какого возраста были ваши пациенты и не влиял ли фактор возраста на эффективность энергии специфической терапии? Спасибо. Уважаемая Людмила Леонидовна, благодарю за вопрос. Да, нами использовался интегральный показатель эффективности. Данный показатель у нас был выражен общим баллом тяжести заболевания, общим баллом качества жизни. Мы оценивали данные показатели до проведения, а также после. И также использовали данные показатели в корреляционных и регрессионных анализах для того, чтобы оценить силу влияния, силу взаимодействия данных биомаркеров, а также силу влияния лабораторных биомаркеров на данные интегральные показатели. В реальной клинической практике используем ли мы аллергеноспецифическую иммунотерапию? Извините, не мог я бы повторить второй вопрос. Применимы ли ваши практические рекомендации в реальной клинической практике? Да, благодарю, для меня вопрос. В реальной клинической практике мы применили наши рекомендации, которые были основаны на использовании именно анкеты для оценки тяжести симптомов, также для оценки тяжести качества жизни. Также мы опробировали использование комбинированной, оптимизированной схемы аллергеноспецифической иммунотерапии с холикоциферолом и также алгоритм менеджмента аллергического ринита. Наши практические рекомендации, которые были выдвинуты в результате нашей диссертационной работы, также ориентированы на врачей-аллергологов, то есть на практическое здравоохранение. Мы внедрили в поликлиниках номер один, в третьей поликлинике, в пятой поликлинике получены акты внедрения. И на данные изобретения, на данные схемы у нас получены, то есть данные схемы у нас внедрены практическое здравоохранение. И касательно оценки эффективности аллергеноспецифической иммунотерапии относительно возраста пациентов, в нашем исследовании не анализировалось именно от возраста эффективность аллергеноспецифической иммунотерапии, но мы анализировали, также включили в раздел приложений наши работы, мы проанализировали, насколько влияет процент тяжести аллергического ринита в различных возрастных группах населения, также проанализировали все лабораторные маркеры, то есть начиная от иммуноклобулина Е до гидроксивитамина Д, а также мы показали информацию о том, какая тяжесть была в группах возрастных, то есть было установлено, что именно в группе от 40 до 60 лет наиболее тяжелые проявления аллергического ринита наблюдались. Пожалуйста, коллеги, еще вопросы? Пока коллеги думают, у меня тоже есть вопрос. Приветствую, что вы провели систематический обзор, потому что он в том числе показывает, что было изучено до вас, какие есть спорные моменты вообще в литературе, потому что для того, чтобы запланировать работу, надо действительно понять, какие есть спорные моменты. И, может быть, вы можете вот так сказать место ваших новых научных данных в этом потоке информации? То есть, насколько они разнятся с теми данными, что были ранее изучены, и насколько они согласуются, может быть, с ними, и, может быть, какие-то данные, которые ранее вообще не освещались, и вот вы их обнаружили. Это первый вопрос. И второй вопрос, вы говорили о том, что про модели регрессионного анализа. А сколько вообще было моделей регрессионного анализа, то есть, скольки моделей вы выбрали наилучшие? Спасибо. Уважаемый Эрмит Мирамович, касательно систематического обзора, действительно, мы нашли часть новых данных, которые не были освещены в предыдущих систематических обзорах. Основная масса исследований и публикаций, наиболее актуальных, характеризовали именно молекулярную аллергодиагностику, опять-таки, в качестве основного метода исследования. Новые аспекты, которые были нами добавлены и были найдены, основывались на качестве публикаций, включенных в обзор. Не все публикации соответствовали критериям отбора, который включал наш обзор. Мы не включали тезисы различных конференций, мы не включали письма в редакцию. Меня больше интересует не методология, а вот ваши данные, которые вы получили, насколько они вообще согласуются с теми данными, которые были раньше? Или они, наоборот, какие-то вы нашли моменты, которые, ну, скажем, противоречат каким-то данным, да? Были ли такие, вот, ну, или, может быть, какие-то, которые раньше вообще не были изучены, и вот вы их представили? Наши данные не противоречат предыдущим данным систематических, других систематических обзоров, поскольку данные, представленные в нашем обзоре и в предыдущих обзорах, они показывают, на самом деле, насколько наиболее эффективнее определение рекомбинатных аллергенов и молекул относительно проведения тех же кожных проб или определения специфического иммуноглобулина к цельным индивидуальным аллергенам. Наш обзор касался лишь тщательных подбора относительно методологических требований, относительно обработки исследований, относительно основной массы данных и сути результатов отбора, наши результаты перекликаются с предыдущими данными в других систематических обзорах. Касательно регрессионной модели, нами были определены... Прошу прощения. Нами были проанализированы две модели. Одна модель включала, которую мы, собственно, и включили в результаты наших исследований, и она включала в себя все лабораторные биомаркеры, которые мы, собственно, и использовали для оценки эффективности, для оценки динамики и мониторинга. Вторая модель включала только наиболее... наибольшие влияющие биомаркеры в данной модели, то есть это два биомаркера, общий иммуноглобулинг Е и гидроксивитамин Д, но мы не стали включать исследования в данную модель, поскольку она не отражала всю суть использованных лабораторных показателей, то есть всю суть их влияния и каждого показателя в отдельности на общую модель и на исходы заболевания. То есть в данном случае эта модель была наиболее приемлемой и показала, что именно два биомаркера из четырех оказывают наиболее сильное влияние, то есть они определяют наиболее сильное влияние и вариации клинических исходов проведенного лечения. То есть если я правильно понимаю, что достаточно определить эти два маркера и как бы не принимать во внимание какие-то другие показатели? Наши результаты показали данные значения. Спасибо. Коллеги, еще вопросы будут ли? Да, пожалуйста. По поводу Вашего исследования. Какие были критерии включения и выключения? Потому что Вы говорили, что я не учтива. Потому что здесь у Вас написано «выбывание из исследования три человека», «выбывание из исследования один человек». Второй вопрос по поводу изучения уровня. Получается, пациенты были изучены у Вас оценка степени террористических симптомов, качества жизни, да? А эти логические пациенты учитываются и моменты. И какие были минимальные и максимальные дозры? Витамина Д. Все. Уважаемая Лейла Митюбайна, Критерии включения в исследование у нас были следующие. Это возраст пациента старше 18 лет и менее 60 лет. Это пациенты, которые имели анамнез аллергического линита, аллергического заболевания более двух лет. Пациенты, которые не имели тяжелой соматической патологии, тяжелых хронических заболеваний. Психически стабильные пациенты. Пациенты, которые не имели тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе не принимающие ингибиторы АПФ, а также не использующие бета-блокаторы. Основными критериями исключения среди пациентов, это также был возрастной фактор, менее 18 лет, старше 60 лет, пациенты, которые имеют данные заболевания менее 2 лет, беременные женщины, кормящие женщины, критериями исключения кормящие женщины, пациенты, которые имели тяжелую соматическую патологию, то есть пациенты, которые имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, применяющие ингибиторы АПФ, собственно, применяющие бета-блокаторы, пациенты, которые имели различные психические заболевания, которые были неконтактными, и пациенты, к тому же пациенты, имеющие аутоиммунную патологию, такую как сахарный диабет, тиреотоксикоз, заболевание щитовидной железы. То есть это основные критерии исключения. Так, и использовали ли мы, учитывали ли мы при оценке клинической тяжести, да, этиологический фактор? Сам по себе этиологический фактор, то есть тип аллергена, не оказывает настолько, если мы говорим о респираторной аллергии, сезонной аллергии, не оказывает влияния на клиническую картину, он оказывает влияние лишь уровень, то есть уровень специфического иммуноглобулина Е к данному конкретному аллергену. Действительно, может оказывать на течение заболевания тип аллергена, то есть в зависимости от сезонных и круглогодичных. То есть если мы говорим о респираторной сезонной аллергии, которая включает пыльцевую аллергию в нашем случае, и имеет сезонное обострение, это один момент. Также имеются круглогодичные аллергены, которые могут удлинять течение заболевания, то есть они являются круглогодичными, поэтому в течение всего года заболевания у нас прогрессируют. И к таким аллергенам относятся аллергены эпителия животных, это могут быть грибковые аллергены. Поэтому в данном контексте наше исследование не включало анализ именно круглогодичных аллергенов, мы включили только пыльцевые и анализировали именно по показателю специфического иммуноглобулина Е данные аллергены. Какие дозировки гидрокхоликоциферола были нами использованы для лечения? Если я правильно помню вопрос, мы использовали минимальную дозировку 2000 единиц у пациентов, которые имели на входе в исследование оптимальный уровень гидроксии витамина D, то есть это 30 нанограмм на миллилитр и выше, и пациенты, которые имели различные градации гидрокси-витамина D, то есть от недостаточного до дефицитного уровня витамина D, получали до 5000 единиц нанограмм на миллилитр. Мы использовали схему подбора холикоциферола в зависимости от уровня гидрокси-витамина D, предложенную международным эндокринологическим веществом. Уважаемые коллеги, будут ли еще вопросы к диссертанту? Добрый день, коллеги, нет? Да, да. Добрый день, уважаемый диссертсовый совет, коллеги, Норгейстер Кирилланыч, Алматы, я извиняюсь за чуть позднее подключение. У меня тоже есть пара вопросов. Марина Рашидовна, спасибо большое за презентацию. На самом деле, считаю, очень важной саму тему работы, очень актуальный витамин D у нас, очень модная проблема. В связи с этим вопрос, у вас дозировка витамина D в ходе работы менялась от ударной до поддержки дозы и в зависимости от первичного уровня, скажем так, зависела от первичного уровня витамина D у пациента, первое. Второе, в своей рекомендации, в своей работе я понимаю, когда в дальнейших рекомендациях такую продолжительность продолжительность назначения витамина D у пациентов при нормальном уже предоставлении нормальных показателей вы предлагаете как поддерживающий дозу. В-третьих, в зарубежной литературе уже касательно осито-конкретной эффективности, в зарубежной литературе рекомендуется использование иммуноглогулина класса G4. Сейчас рассматривается в отношении подтверждения эффективности легенспецифической иммунотерапии. Да, тест делается, к сожалению, не полностью подтвержден, не полностью делается и везде, но выполняли ли вы в своей работе, ставили эти пульсы, да, и если ее всегда, то, соответственно, были ли какие-то лиги по этому показателю. Ну и в-четвертых, насколько я понимаю, вы выполняли осито-отечественными аллергенами, это прекрасно. Были ли пациенты, у которых вы сделали осито-одновременно на, скажем так, несколькими препаратами, то есть не комбинировать препаратами, а именно несколькими препаратами одновременно у одного пациента? Вы успели записать? Да. Ну, если что, походу, переспросить наш. Уважаемый Третья Мирланович, благодарю за вопросы. Касательно первого вопроса, относительно дозировки гидроксивитамина холикальциферолов в ходе исследования мы дозировку не меняли на протяжении двух с половиной месяцев. По истечении данного срока, то есть по окончании именно осид-терапии, мы проанализировали уровень гидроксивитамина Д в крови, и если у пациента уровни также не достигали оптимальных значений, конечно, мы корректировали дозировку, и пациент продолжал прием данного препарата еще на протяжении двух месяцев до следующего этапа исследования с целью мониторинга и с целью дальнейшей корректировки дозировки препарата. Какую продолжительность витамина Д мы рекомендуем для поддерживающей коррекции? Мы рекомендуем каждые, даже вне зависимости от периода лечения, получения основной дозировки, либо при перехождении на поддерживающую дозу пациента, мы рекомендуем проводить мониторинг гидроксивитамина Д в крови. Если речь идет о поддерживающей дозе именно аллергенспецифической иммунотерапии, то мы использовали определение гидроксивитамина Д в крови по завершению всего курса аллергенспецифической иммунотерапии, поскольку весь курс включает 2,5 месяца и более ранние сроки мы не ставили целью определения именно гидроксивитамина Д в крови. Касательно определения иммуноглобулина G в крови, действительно, иммуноглобулин G является блокирующим аллергеном и конкурирующим за связывание с рецепторами с иммуноглобулином Е. При всем при этом, основываясь на рекомендациях, основываясь на мировых исследованиях, ученый Ципранди проводил исследование, еще начиная в 2011 году, он установил, что иммуноглобулин G может повышаться в наиболее ранние сроки, то есть относительно 4-5 дней, может быть начальное повышение иммуноглобулина G, но это повышение не коррелировало с клинической эффективностью. То есть на протяжении уже спустя 6 месяцев от начала лечения мы можем использовать данный иммуноглобулин для мониторинга эффективности в целом, который подтвердил бы нам, насколько аллергеноспецифическая иммунотерапия эффективна или нет. Но все же мы должны наибольшей степени ориентироваться на клиническую картину, на клинические показатели пациента. Мы можем определить иммуноглобулин G, и он будет нам полезен в том случае, если еще нет клинического ответа на терапию. Но иммуноглобулин G при повышении наиболее ранних сроков он также продолжает со временем постепенно повышаться. Относительно иммуноглобулин G, которые в начальные сроки имеют тенденцию к небольшому повышению, а далее спустя 4 недели иммуноглобулин G начинает снижаться. И наиболее коррелирует с клиническими исходами заболевания. И нам последний вопрос. Использовали ли мы несколько препаратов для аллергеноспецифической иммунотерапии одновременно? Нет, мы не использовали несколько препаратов. Мы использовали либо один монопрепарат, либо один препарат, который включал микс, например, полыни. Спасибо большое. То есть дозировка аллергенов суммарная была антистична у всех пациентов. Это важно на самом деле. И последний вопрос, если можно, коллеги. В отношении темы работы указан не только ринит, но и вообще сезонные аллергические заболевания. У вас пациент в сочетании ринита и астмы. И ориентировочно, какая доля этих пациентов составляет среди общей вашей исследовательной популяции, что это около 200 человек у вас там, насколько я помню. Пациентов с бронхиальной астмой мы не включали в наше исследование, но в наших перспективах также опробировать данную оптимизированную схему оси, то есть расширить на пациентов и с бронхиальной астмой, и с атопическим дерматитом, именно которые имеют сенсибилизацию к пульсовым аллергенам. Спасибо большое, руководитель. Спасибо. Уважаемые коллеги, предлагаю на этом ограничить количество вопросов, задаваемых диссертанту. Вы всегда сможете эти вопросы задать еще в ходе обсуждения нашей работы. А сейчас давайте... Присаживайтесь, пожалуйста, Марина Рашидовна. Мы давайте послушаем наших официальных рецензентов. Слово предоставляется первому официальному рецензенту, Беканова Эльмире Женескановне. Пожалуйста, здесь... Сколько минут у меня? У нас нет регламента. Вы можете полностью читать. Спасибо. Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день, Добрый день. Привет из Устаны. С удовольствием ознакомилась с работой. Работой Марина Рашидовны, спиано-аптероэффективность и аллергеноспецифической вонотерапии у больных с сезонными аллергическими заболеваниями. Значит, диссертационная работа соответствует запросам и задачам науки практического взаимодействия, который с приоритетом заправлений для резиновой субъективности Казахстана, а также соответствует требованиям, объявляемым перед диссертацией по специальности медицины науки. По важности для науки. Работа вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо настройная. Сенсационная работа отражает актуальность влечения, распространенности поиска эффективных методов решения проблем, связанных с лечением аллергического ремета. Важность изучения данного вопроса раскрыта полностью. Приможенный алгоритм по совершенствованию организации лечения пациентов с аллергическими реметами, включающий использование современных молекулярных методов диагностики, обеспечивающих персонифицированный подход на лагуру аллергенопляси, а также инстерине адаптированной схемы аллергеноспецифической иммунотерапии, которая способствует повышению качества и эффективности оказываемых услуг. По принципу самостоятельности и уровня самостоятельности в услуге. Это внутри недоеденства. Актуальность диссертации областного. Дело в том, что этнические реметы представляют собой значительные проблемы для того, что она на протяжении последних десятилетий. Ряд факторов, включая климат и диагностические особенности, аллергическое обстановку, уровень социально-экономического развития региона, в соответствии с изучением заболеваемости. Недавно исследование вызывает, как и положительно, о роли витамина D в потенциальном факторе, влияющем на тяжесть лечения заболеваний и исход лечения аллергического иммунита. Таким образом, дефицит витамина D представляет собой один из возможных факторов, воздействующих на эффективность осид при аллергических иммундах. Тем не менее, данные взаимодействия витамина D и реакции на осид не были изучены при аллергических, синтеперизаций, полицетрах, древних деревьев у москово-населения Республики Павластан. Содержание инсертации отражает темы дефицитации полноценно. Цели и задачи инсертации соответствуют теме дефицитации. Все разделы положения инсертации логически полностью взаимосвязаны. Глубиное изучение данных в обзоре литературы не превышает 20 лет. Превалирует количество зарубежных источников, а также приведены основальные данные изучения проблем в Казахстане. По предложенным авторам новых решениям, эти новые решения аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. Имеется в результате критический анализ. Научные результаты будут новые. Следует отметить, что в результате научного уровня дизайна исследования. Все полученные количественные данные подвергнуты статистической обработке с расчетом статистической значимости и применен с соответствующими статистических критериям. В результате исследования представляется разработка новой схемы аллергистой цифрической монотерапии в Республике Казахстан, а также алгоритм и менеджментах пациентов с аллергическими рементами. По научной новой схеме ВВД нецепляется полностью злого месяца и логически обоснованными. И технологические решения являются полностью новыми. Эффективность предложенного способа аллергистической монотерапии является обоснованным за счет повышения эффективности для оказания помощи пациентам с аллергическим рементом. Выводы обоснованы, в частности учетов сформулированы и это связано с поставленными задачами. Полученная информация подкреплена обширным объемом проанализированного материала и результаты данного исследования пропубликованы с аллергическим рементом. Основные положения, выносимые на защиту, доказаны, не являются тривиальными, являются новыми и уровень применения в результатах широкий. Доказано ли это в статье, которую предлагает предназначенный статистическим рементом. Принцип достоверности выбора методологии обоснован. Методология описана достаточно подробно. Статистические методы достоверно доказать результаты экологических исследований и логично обоснованных выводов. Для получения научных положений и результатов данного исследования используются объединенные информативные методы исследования. Все статистические расчеты были выполнены с помощью программы обеспечения статистиков УГРИДОВ в использовании стандартизированных валидных методов статистической обработки данных. Теоретические выводы, выявленные в даймосвязи и закономерности доказаны, подтверждены разработанной схемой ОСИП и алгоритмом и анализа полученных данных. Тварные подтверждения подтверждены ссылками на актуальную достоверную научную институту. Использованные в прошлом литературе достаточно. Ситуация имеет теоретическое значение и практическое значение одновременно. Предложения для практики являются полностью новыми, рекомендуются соискателям для стенения практических здравоохранения и, как мы видим, оправдированной самостоятельности. Качество академического письма высокое. Следует отметить, что Змайлович Марина Рашидовна применила очень логичную структуру, последовательность предложения материала, ясность, точность предложения наручных позиций. Замечаемый путь по оборудованию нашей дизайной мер. Научный уровень у статей докторанта по теме «Има средства, биологические, профессиональные лима» глубокое понимание теоретически по основу выбранной темы. Публикации докторанта разрешены на лицензированных научных фурналах, что свидетельствует о признании на уст на содержание качества в научном сообществе. В ходе лицензирования, однако, у меня возникли вопросы. Я, отчасти, согласна с упавшими коллегами первым. В ходе лицензирования данные результаты систематического оборудования исследования посвящены изучению молекулярной лекодиагностики при назначении алиментно-типической иммунотерапии. Соответственно, результат этого ревью включен в задачи исследования на везды и выводы по проведенной научной работе. Однако, считаю, что проведенный, необходимо очень качественный обзор литературы не должен включаться в результаты исследования. Так как, критический анализ литературных источников траекторно является частью медицинских исследований и не обозначается как их отдельные самостоятельные результаты. И второй вопрос. В чем принципиальная разница между предлагаемым вами алгоритмом менеджмента сезонного леонидического листа, приведенных по главе 3-4 главой результатов собственных исследований, и международных рекомендованных профессиональных сообществ и лучших практик в этой области. Вместе с тем, с этим работает Маргулыч Варина Рашидовна, для ответов вам предоставляется слово для ответа первым официальным рецензентом. Уважаемая Эльмира Жанисхановна, благодарю вас за отзыв. Касательно включения систематического обзора в раздел наших задач и в раздел собственных исследований, нами было принято решение, поскольку мы провели аналитический труд, мы проанализировали данные публикации, основываясь на строгие методологические требования, получили новое научное знание, научный результат и в результате этого нами был включен систематический обзор в раздел наших исследований. Касательно протоколов витамина Д. Да, да, да. Принципиально, это предлагаемое вами алгоритмом, менеджментом сезонного аллергического ринита, который вы предоставляете собственным вашим исследованием, и не знала о том, что рекомендованных профессиональными сообществами лучших практик в этой области. То есть реально. Благодарю вас. Основываясь на международные протоколы Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, консенсусного документа по аллергическому риниту, в данные протоколы и в данные рекомендации включены начальные исследования, приклинические исследования относительно влияния витамина Д, относительно экспрессии рецепторов на уровне приклинических исследований, при аллергических ринитах, оценивая тяжесть аллергического ринита. А также рекомендуется в качестве, обсуждается речь, включение в качестве адъюванта витамина Д. Однако наша схема и наше исследование отличаются тем, что мы четко разработали схему применения оликальциферола, мы разработали, выявили клинические биомаркеры и разработали и предложили алгоритм менеджмента аллергического ринита, который включал в себя биомаркеры, в том числе гидрокси, витамин Д и холикальциферол в качестве предикторов тяжести и в качестве предикторов эффективности. Елена Женскановна, Вы принимаете ответы диссертанта? Согласна? Да, я принимаю. Спасибо. Присаживайтесь. Слово предоставляется второму официальному лицензенту, не убаивая без обеда ссылками. Пожалуйста. Добрый день. Слышны, да? Да, да, слышно. Глубоко уважаемый Ирмек Мейрамович, уважаемые члены диссертационного совета, разрешите зачитать письменной отзыв официального рецензента на диссертационную работу из Маловича Марины Рашидовны на тему биомаркера эффективности аллергенспецифической иммунотерапии у больных с сезонными аллергическими заболеваниями, предоставленную на соискание степени доктора философии по специальности 6Д110-100, медицина. Несомненно, тема данной диссертационной работы является актуальной, соответствует направлениям развития науки и государственной программы. Сама диссертация соответствует запросам и задачам современной науки, практического здравоохранения и приоритетным направлениям аллергологии и иммунологии Республики Казахстан. Важность для науки работа вносит существенный вклад в науку. Содержание диссертационной работы отражает актуальность изучения проблемы лечения диагностики аллергических заболеваний населения Республики Казахстан. Содержит новые научные результаты, которые внедрены в образовательный процесс высших учебных заведений и практическую деятельность медицинской организации для врачей, аллергологов, иммунологов, принцип состоятельности высокий. Автором изучены современные отечественные и зарубежные литературные источники по молекулярной аллергодиагностике при аллергеноспецифической иммунной терапии совместно с витамином D. Диссертантам самостоятельно выполнена экспериментальная часть работы, статистическая обработка результатов, написание и оформление в виде диссертации. Принцип внутреннего единства считаю обоснованным. Актуальность темы подтверждена и обоснована в первой главе диссертационной работы. Работа вносит существенный вклад в развитие научного потенциала, а ее важность не вызывает сомнений. Содержание диссертации отражает тему диссертации во всех разделах. Цель и задачи соответствуют. Цель сформирована четко, конкретно. Задачи соответствуют теме диссертации и цели исследования, направленной на реализацию изучаемой проблемы. Все разделы и положения диссертации полностью взаимосвязаны и логически структурированы и обоснованы. Приложенные автором новые решения аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. Критический анализ имеется. Принципы научной новизны. Научные результаты полностью новые. Все научные результаты и положения являются новыми базируются на проведении рандомизированного контролируемого клинического исследования, а также ретроспективно на проведении систематического опроса, опроса, обзора, эффективности использования молекулярной диагностики при аллергических заболеваниях. Все полученные количественные и качественные данные подвергнуты статистической обработке с расчетом статистической значимости с применением соответствующих статистических критериев. Выводы новые, представленные в диссертационной работе, обладают новизной и отражают полученные результаты. Технические и технологические решения полностью новые и полностью являются обоснованными, о чем свидетельствуют полученные свидетельства о государственной регистрации на объект авторского права Республики Казахстан, акты внедрения и разработанные методические рекомендации, представленные вашему вниманию. Обоснованность основных выводов, считаю, основанные все выводы и заключения в диссертации аргументированы, основаны на анализе литературы и результатах исследования. Основные положения, выносимые на защиту, доказаны, не являются тривиальными, уровень применения широкий, диссертационная работа включает 4 положения, все положения доказаны, опубликовано 14 научных трудов, среди которых одна публикация в издании с клубом САДСКОР и в журналах, 4 публикации в научных изданиях, рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки, 3 публикации в материалах международных конференций. Выбор, так, принцип достоверности, достоверность, выбор методологии об основах, статистические методы достоверно доказывают результаты полученных исследований, логично использованы выводом. Полученные результаты исследования, выполненного в рамках диссертационной работы, основаны на применении современных научных методов, достоверность этих результатов, обеспечена использованием статистических методов, анализом и интерпретацией данных с применением статистических пакетов. Теоретические выводы, выявленные взаимосвязи и закономерности, доказаны и подтверждены анализом научных данных. Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную достоверную научную литературу. В работе использованы 197 источников литературы, достаточные для литературного обзора. Принцип практической ценности. Диссертации имеют теоретическое значение. Результаты диссертационного исследования и предложенные рекомендации внедрены на уровне первичной медико-социальной помощи для врачей, аллергологов и иммунологов. Были получены свидетельства об австерских правах и акты внедрения. Разработаны методические рекомендации, которые являются новыми предложениями для практики. Качество написания и оформления высокое. Качество академического письма в диссертационной работе можно охарактеризовать как высокое, что соответствует стандартам научного стиля. Замечаний по оформлению и содержанию диссертации нет. Диссертационная работа из Майловича Марины Рашидовны обладает актуальной научной новизной, практической значимостью, а также полным и обоснованным к изложениям, материалам и выводам. Научный уровень статей, опубликованных по тени обследования, отражает высокий научный уровень и существенный вклад в развитие выбранной области. В связи с этим рекомендую присудить степень доктора философии ПИЖД из Майловича Марины Рашидовны по специальности 6-110-100 медицина за представленную диссертационную работу на тему биомаркеры эффективности аллерген-специфической иммунотерапии у больных сезонным аллергическими заболеваниями. Благодарю за внимание. Спасибо, государственная Целыковна. Пожалуйста, Малина Рашидовна, вам предоставляется слово для ответа в специальности азиатуре. Глубоко уважаемая Мира Ченцхановна, благодарим вам за детальный анализ нашего исследования, за ваше внимание к нашей работе, большую труктуру. Я сразу можно скажу? Да, да. За исследование, за труд вложили им создание. И, уважаемый государственная Целыковна, также благодарю вас за произведенный анализ нашей работы, за конструктивные замечания, за ценные рекомендации и за пожелания. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемый член диссертационного совета, мы приступаем к обсуждению работы. Пожалуйста, кто хочет высказаться? Давайте мы, наверное, тех, кто онлайн сейчас. Начнем. Коллеги, можно ли мне первым высказаться? Я извиняюсь за то, что беру словом первым. Уважаемые коллеги, уважаемый диссертационный совет, Марина Рашидовна, я бы хотел сказать, привлечь внимание к тому, что работа носит отчетливую, отчетливую практическую направленность, что, на мой взгляд, является одним из, так, практического элерголода, в первую очередь, является одним из важнейших компонентов науки Казахстана сейчас, на данном этапе. Орегенспецифическая иммунотерапия очень актуальная проблема, очень сложная проблема, и до сих пор мы, Казахстан, по этому вопросу, серьезно отстает от, даже, соседних стран, скажем так, в соответствии, тем более, у стран Западной Европы, Америки и тому подобное. В настоящее время появляется большое количество зарубежных препаратов, и отработка технологий, отработка механизмов, отработка алгоритмов, эффективное и безопасное лечение аллергических заболеваний, именно этим методом, играет огромное значение. Очень сложно, мы часто сталкиваемся про логички, в том числе, по различным препаратам, очень сложно как-то унифицировать подобных пациентов. Так, стивилизация у пластика пациента своя. Возможности диагностики быстро растут, то есть молекулярная диагностика действительно является огромным и очень важнейшим, и очень мощным инструментом в руках антрополога, но также очень сильно варьирует от пациента к пациенту. Поэтому набрать одинаковую группу из практически двухсот пациентов это огромная работа и, естественно, которая занимает многие годы, невозможность для течения одного сезона. Ну и, конечно, примененные методы являются действенными, можно было, на мой взгляд, их расширить путем дополнительного обследования пациентов, дополнительного стратегикации, набора больше группы, но, я так понял, это не входило в цели исследования, ну и, конечно, сильно бы удорожило самоисследование, что, наверное, уже вывел его на ранг целое программное целевое финансирование целого НИИ или даже университета. Поэтому, прослушав доклад десертанки, ознакомившись с работой, ответы на вопросы, хочу сказать, что работа в целом достойная, отвечает духу времени, сделана, произведена по существующим требованиям, имеет некоторые ненасадки пожелания, но, в целом, заслуживает быть учтенный и сам десертанк, я считаю, заслуживает предсуждения исковой степени. Спасибо большое. Спасибо большое. Хотелось бы нам еще послужить членов десертационного совета, конечно. Да, если можно, в двух словах. Во-первых, я очень с положительным, так сказать, вниманием отнесся к самой идее использовать витамин D для повышения эффективности аллергеноспецифической иммунотерапии. Почему? Я был свидетелем того, как именно витамин D вообще впервые появился в широкой медицинской практике. Это было публикацией японского министерства образования 2003 года, когда они показали, что на севере Японии они применяли тысячу единиц в течение двух с половиной месяцев. Это полностью соответствует эмпирически они тогда подошли к этому моменту. И Марина Рашидовна ту же самую дозу взяла. У них исчезли в Японии расслоения между южными детьми, которые гораздо чаще не болели в течение года простудными заболеваниями, и северными, которые болели. Вот попытка использования витамина D в осид, которая одновременно имеет и положительный компонент в плане стимуляции эффективности аллергенспецистической иммунокерапии. И, наверное, тот компонент, который еще предстоит изучить, наверное, эти больные более регулярно могли ходить на проведение оси, потому что у них скорее всего было меньше простудных заболеваний. Я обеими руками поддерживаю эту работу. Второй положительный момент это то, что доктор очень четко подчеркивает значимость мажорных аллергенов. Да, действительно, это не новое, это не совсем новое, это идет, можно сказать, еще с 70-х годов, когда американцы впервые объявили о компонентной аллергодиагностике. У нас это ошибочно приписывается доктору Валенту, который просто является самым эффективным пропагандистом этого метода, вообще это компонентная аллерготерапия, аллергодиагностика для еще 70-х годов прошлого века. Но до нас оно долго доходило, и вот то, что мы внедрили наконец-то последние 10-15 лет этот метод в практику работы аллергологов, я обеими руками подчеркиваю, как ежедневно практикующий аллерголог, могу глубоко уважаемому диссерпляционному совету подтвердить, что примерно на 20% повышается эффективность аллергеноспецифической иммунотерапии, если ориентироваться не просто на наличие полиноза, а проводить именно его только тем, у кого обнаружилась мажорная сенсибилизация. меня удовлетворило и то, как наш соискатель отвечал на вопросы и то, как сделана работа, в общем, я буду голосовать за. Спасибо, Анатолий Ильич. Илья Сулейманович, есть желание высказаться? Уважаемый члендисовет, уважаемый Ермит Грамович, ну, в целом, как бы, наверное, в первую очередь, конечно, мы прислушали специалистов и монологов, да, я не монолог, скажу честно, вот, я бы на буроще просто призывал бы осторожно относиться ко всем формулировкам, которые используются в работе. Ну, это как бы стандартная рекомендация, вот, и относительно новизны, и, опять же, может быть, я бы стал придираться все-таки к выборкам, вот, поскольку, ну, вот, уже звучали вопросы относительно критерий включения-всключения, и практически не прозвучала проблема нормализации выбора, как бы, опять же, с позиции патогенеза, как бы, мы достаточно одновоко посмотрели, мы смотрим только на систему гистаминного ответа, да, мы не смотрим на систему детоксикации гистамина, да, и не смотрим на базу уровня гистаминового или гистаминового уровня в организме, вот, поэтому, ну, это же, как бы, всегда вопросы такие дискутабельные, в любом случае, да, абсолютно, работа, в целом, вызвала большой интерес у всех членов десовета, это видно по вопросам, как бы, абсолютно точно эта проблема очень актуальна для Казахстана, абсолютно точно, что витамин D действительно очень интересен, как объект, который позволит нам дальнейшим формировать новые подходы и вообще, в принципе, вызывать потоки подходы аллергеноспецифических иммунопатологий, как бы, в целом, работа, наверное, защищаема, десертабельна, и десертант показал необходим уровень, который, собственно, соответствует им. Спасибо. Спасибо, Илья Суранович, пожалуйста, пожалуйста, члены Сунисов, да? Прогласитесь, конечно. Ну, известно, что аллергический ренит приводит к потере производительных куда у 40% больных с аллергическим ренитом известно, что коморбидные состояния ассоциированы с аллергическим ренитом, такие как астма и другие, да? Они ухудшают состояние больных, снижают их социальную активность, физическую активность, ведут к когнитивным расстройствам, к расстройствам сна, и 60% больных с аллергическим ренитом как раз требуют комбинированного лечения, что определяет актуальность данного исследования, и актуальность данного исследования несомненно. и данные исследования направлены на молекулярную диагностику, на улучшение осид-терапии, применение с комбинацией холикоциферолом имеет очень большое значение, и разработанный менеджмент аллергического ренита имеет большое значение для именно практического здравоохранения, но там видимо продолжительность приема витамино-терапии, его дозы, это будут ближайших работ, является целью дальнейших работ, дальнейших исследований, и учитывая все вышеперечисленные я считаю, что Марина Рашидовна достойна звания, получения звания PHD доктора, ну и также хочу сказать, что Марина Рашидовна имеет достаточно большой опыт клиницы с табилем ледовым, она работает в медицинском ледовом. Спасибо, Анжиана Юрьевна, пожалуйста, еще кто хочет сказать? Разрешите тогда я тоже скажу, здесь я смотрю на выводы и оцениваю ее с двух позиций. Первая позиция потенциального пациента, для меня например, может быть более актуальным является снижение балла симптомов, казалось бы это не так много с 11 до 6, но если вообще посчитать, то это получается наполовину. То есть может быть для пациента не так важно какие-то маркеры у него увеличились, уменьшились, что с ним в динамике происходит, но вот именно с точки зрения пациента это действительно эффект, это ответ на ту терапию, которую он получил и соответственно для него это, я считал, более ценно. с точки зрения клинициста научного разработка я понимаю, что сами по себе симптомы они от чего-то зависят, то есть они зависит от того количества биомаркеров, которые в этой крови у пациента плавают, поэтому здесь возможность для меня вот особенно ценным, поскольку я немножко прогнозом тоже занимался, для меня наиболее ценным является именно такой прогностический характер этой работы, построены были модели, как мы слышали, регистрионные уравнения, построены модели развития и конечно вот эти полученные биомаркеры, которые с помощью которых мы могли бы прогнозировать ответ будет или не будет ответ на терапию, насколько он будет эффективным, конечно это очень интересно, это с точки зрения для практики это конечно очень полезный такой вывод. И не во всех работах мы встречаем именно вот такие систематические обзоры, я бы сказал, что это хороший очень теоретический эффект для вообще работы диссертационной, потому что систематические обзоры это вообще сама по себе труд, который достоин вообще отдельного диссертационного исследования. На самом деле систематический обзор это не так просто его делать, но мы понимаем, что систематический обзор как раз дает возможность или пищу для дальнейших идей. и очень хорошо, когда систематический обзор проводится в начале исследования, а не в конце этого исследования. То есть мы видим, что систематический обзор как раз позволил диссертанту поставить те задачи, которые возможно ранее не столь были освещены в предыдущих исследованиях, либо они имели какой-то дискутабельный характер. И я в качестве пожелания я может быть количество мы сегодня видели, что большое количество было задано вопросов, действительно тема вызвала неподдельный интерес не только у членов диссертационного совета и неофициальных рецидентов, которые присутствовали онлайн, открытая у нас защита сегодня идет. И думаю, что части этой вопроса не было бы, если бы диссертантом в заключении были даны связки между теми результатами, которые в раме получены и теми исследования, которые ранее существовали. То есть если бы эти связки были бы, может быть какое-то количество вопросов отпало. Но я думаю, что это в качестве рекомендации не умаляет качество этой работы. И хочу сказать, что действительно работа достойная, работа вызывает серьезный интерес. И я думаю, что специалистами она оценена тоже по достоинству. И Марина Рашидовна действительно соответствует ученой степени PHD. Поэтому тоже обращаюсь поддержать данную работу. Спасибо. Коллеги, будут ли еще какие-то вопросы, обсуждения? Нет? Тогда позвольте мы предоставим слово научному консультанту, доктору медицинских наук, профессору Газалиеву Мюрвер Тарстану. Мюрвер Тарстану, вы с нами? Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые председатели, члены диссертационного совета. Меня слышно? Да. Сегодня мне предоставлена возможность выступить в качестве научного руководителя. Действительно, исследуемый вопрос актуален, и в перспективе острота проблемы будет только расти, так как распространенность аллергического ремита, других сезонных аллергий продолжает увеличиваться во всем, как во всем мире, так и в Казахстане. Как отмечается в работе, эта проблема усугубляется не только экологическими и климатическими условиями, но и дефицитом витамина D у населения. И в этой связи подход автора к изучению данной проблемы действительно является комплексным, который обхватывает так клинические, так и лабораторные аспекты и позволяет получать многослойные обоснованные выводы. Используя молекулярную аллергодиагностику, монолит расширно выявил значимые биомаркеры, которые позволяют объективно отслеживать прогресс лечения, делать прогнозы его эффективности. И более того, в работе убедительно показано, что дефицит витамина D связан с терапевтическими заболеваниями и снижает эффективность аллергии физической иммунотерапии. Также хотелось отметить, что проведенная сравнительная оценка эффективности традиционной и усиленной схем АСИД, включающей добавление витамина D, это одна из уникальных работ казахстанской науки. Марина Рашидовна продемонстрировала высокий уровень методологической подготовки, исследования использованы строгие статистические методы, систематический обзор литературы, детализированы оценки клинических данных и лабораторных показательств использования не только простых тестов, но и коррекционные и прогнозические аналитики. Подход в разработке терапевтических протоколов также включает аналитическую работу по систематизации большого количества данных. Это позволило создать диагностический алгоритм для пациентов с аллергическим лимитом, который представляет большую практическую ценность. Уже мы увидели, что практически полученные результаты уже находят применение в медицинских предъявлениях страны. Благодаря предложенному алгоритму диагностики и лечения стало возможно более эффективное применение у пациента с аллергическим лимитом. Более того, методические рекомендации автора стали частью образовательных программ, что расширяет возможности обучения студентов и специалистов в области аллергологии. Марина Рашидовна активно представляла свои результаты на международных конференциях, что не только укрепила связь казахстанской науки дорубежными коллегами, но и продемонстрировала высокий уровень авторсанских исследователей. Публикации в международных научных журналах также подчеркивает признание работы на уровне мирового научного сообщества и открывает возможности для новых исследовательских коллабораций в области аллергологии и монологии. В завершении хочется подчеркнуть, что данный труд выходит за рамки одной диссертации благодаря применению молекулярной аллергогиагностики и персонализированным подходом лечения работа становится важным этапом на пути к разработке более точных и эффективных методов терапии. Это особенно важно в условиях растущей потребности в медицинских решениях, которые адаптированы к лодиндивидуальной особенности пациентов. Хочется выразить благодарность коллегам за проведенную работу в качестве рейтинзентов за интерес и заданные вопросы. Я считаю, что данная работа подпадает в законченный научный труд, который имеет практическое значение. Спасибо. Спасибо, Мироя Тарстанна. Позвольте предоставить слово научному консультанту, ассоциированному профессору Глушковой Наталье Егоровне. Предлагается может быть не столько по работе, рассказать по работе мы уже много что слышали, а характеризовать самого диссертанта, если можно. Благодарю уважаемый Ермик Неман. Уважаемый член ДИС-совета, я одну минуту буквально займу по витамину Д, потому что первое национальное исследование по обеспеченности витамином Д мы провели, наша команда провела в 2019 году. Мы взяли 6 регионов Казахстана, в эту команду вошли репродуктологи, клинические фармакологи, специалисты по аллергологии. Это исследование показало, что у нас, я прямо себе выписала, у нас треть, у нас во всех регионах медианное значение менее референсной нормы, во всех 6 регионах, включая южные регионы. И при этом 34% женского населения, это женщины репродуктивного возраста, они имели обеспеченность менее 10 неграмм на миллилитр, что соответствует авитаминозу. В тот момент мы серьезно озадачились, и все, это мультидисциплинарная команда, каждая взяла свою специальность, интеграцию дефицита витамина Д, как одного из важных элементов иммунной системы и участвующего в регуляции большого количества исходов. Про Марину я бы хотела сказать следующее, действительно, по работе было сказано много, она хотела бы охарактеризовать ее как человека и как ученого. Марину я знаю почти 25 лет, она выпускница той же школы, в которой училась я сама. Эта школа готовят врачей с 9 класса. Она была отличницей и в ВУЗе, уже была отличная, и в ВУЗе, и в школе, очень хорошо училась и работала с 15 лет. Она участник конференции, врач-аллерголог Марина большой энтузиаст. У нее опубликовано 8 статей в скопус, и эти 8 статей входят в 25% наиболее цитируемых в мире. То есть, нужно сказать, что она работала в этих статьях, в этих проектах, которые были опубликованы абсолютно волонтерски. Эта работа была произведена открытым колом, то есть, когда мы проводим большие исследования, вы знаете, в Казахстане исследования не финансируются до последнего времени, пока мы не стали получать большое грантовое финансирование. Сейчас у нас, конечно, другие возможности, но до этого все наши исследования преимущественно были проведены за собственный счет, включая большую часть исследований и дотеранских, и наших инициативных исследований в ВУЗах. Среди них в 8 проектах Марина участвовала, включая в ее две статьи. И на сегодняшний день индекс Хирша Марина составляет 3, что соответствует индексу Хирша, сформировавшемуся ученого, который имеет право быть на уровне с ведущими специалистами в этой области. Марина победитель и участник заговорских семинаров, выступала там со своими результатами также помимо обучения, и мое профессиональное мнение приводит к тому, что она заслуживает этой степенью доктора философии может принести большой вклад в развитие и науке о энергологии республики Киевых Марк. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Юрьевна. Слово предоставляет секретарь институционного совета. У нас есть вообще зарубежный консультант, должен был подключиться, но что-то видимо технические проблемы. Вот поэтому для оглашения его заключения слово предоставляется Лейлину Дюбайни. Пожалуйста. Благодарю. Игорь Михайлович. Отзыв зарубежного научного консультанта о диссертационной работе докторанта Измайлович Марина Рашидовна на тему биомаркера эффективности аллергенспецифической иммунотерапии у больных с сезонными аллергическими заболеваниями. Представленная на СССР ученой степени доктора философии по специальности 6D-110-100 медицина. Диссертация Измайлович Марина Рашидовна по данной тени посвящена актуальной проблеме очного обучения в докторантуре в период 18-21 годы Марина Измайлович показала себя хорошим исследователем. В течение этого периода времени она проводила анализ научной литературы и собственных данных по проблеме проведения аллергенспецифической иммунотерапии среди пациентов с сезонным аллергическим ленитом в Республике Казахстан. Докторанта Измайлович показала свое сильное желание улучшить медицину в Республике Казахстан. За время работы над диссертацией она продемонстрировала достаточный уровень знаний и необходимых профессиональных навыков способных к самообразованию. Диссертантам самостоятельно выполнен значительный объем работы и применены современные методы исследования. Значимость полученных результатов подтверждена статистическим анализом. По материалам диссертации Марина Рашидовна выступала с докладами на международных и республиканских конференциях, является автором трех свидетельств об интеллектуальной собственности, автором одного методического пособия для врачей, опубликованных 14 научных работ, из которых в международных базах научного цитирования 2 в изданиях рекомендаций МОНРК-4 имеет индекс ФИШа по базе данных фокус, что подтверждает высокий уровень новизны и практической значимости данного исследования. Я верю, что Марине Измайлович предназначена быть хорошим специалистом в сфере медицины Казахстана, и поэтому она является превосходным кандидатом на защиту докторской диссертации и настоятельно рекомендую, чтобы вы рассмотрели ее заявление на проведение защиты, так как она приложила много усилий для этого. Я надеюсь, что вы допустили в защите докторской диссертации. Научный консультант, профессор-декан школы медицины и наук здравоохранения Батумского международного университета Ахлея Дианни и Прилоси Тимуровна. Спасибо. Спасибо. Мы выполнили предложение Тимуровна, мы допустили, вот и в защите. Уважаемые коллеги, мы приступаем к следующему этапу в процедуре голосования, но нам прежде всего надо выбрать счетную комиссию. Предлагается счетная комиссия в таком составе. Бакирова Рыжанна Универевна, Утебаева Бульзаля Жаксалыковна и Стабаева Лейла Медюбаевна. Коллеги, будут ли какие-то предложения, замечания, возражения против данного состава? Нет? Тогда состав счетной комиссии утверждается и я хочу дать слово Лейле Медюбаевне, чтобы она рассказала, как будет осуществляться процедура на голосование, какие существуют пункты, чтобы нам безошибочно все это сделать. Уважаемые коллеги, в данном тайном голосовании участвуют временные и постоянные члены плюс официальные инциденты. Ссылку на тайное голосование я отправила в наш общий чат. Тайное голосование идет анонимно. По данному голосованию вы должны выбрать один из пунктов. Первый пункт это ходит отставить перед комитетом для просуждения докторанта степени доктора философии. Второй это направление на доработку. Третий это направление на повторную защиту. И четвертый отказ от пододательства перед комитетом обрисуждения данной степени. Вы проходите по ссылке выбирая нужный для вас пункт. И следующий ваш ответ уже должен у меня отобразиться количеством. То есть один, два, три, я отмечу сколько у меня человек отмечу. проголосовала. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы по процедуре голосования, всем ли понятно как это осуществляется? В таком случае мы объявляем перерыв 10 минут на голосование. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово для оглашения результатов тайного голосования председателю счетной комиссии Бакирова и Рыжан и Милин. Глубоко уважаемый Ермек Миранович, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги, разрешите зачитать протокол номер один заседания счетной комиссии, которое избрано диссоветом по специальности медицины и естественной науки на ОКМУ на заседание от 8 ноября 2024 года в составе Бакирова у Тибаева выгруза даже в Сырек Мастабаева и Лейла Медубаевна. Слушали об избрании председателя счетной комиссии, решено избрать председателем счетной комиссии Бакир и ОРГ. Проголосовали единогласно протокол номер 2 счетной комиссии. Счетная комиссия в составе Бакировой, Утюбаевой, Глубоко уважаемые Сырек Мастабаевы, Лейлы Медубаевны. Присутствовали на заседании 7 членов диссертационного совета и 1 официальный рецензент. Измайлович Марина Рашидовна на присуждение степени доктора философии PHD. Результаты голосования 8 членов проголосовали о ходатайстве перед комитетом о присуждении степени докторанту степени доктора философии единогласно. Таким образом. Поздравляем. Спасибо. Есть предложение утвердить протокол счетной комиссии открытым голосованием. Все согласны? Тогда кто за просьба поднять руку? Кто против? Я за. Кто против? Воздержавшихся? Нет. Таким образом диссертационный совет единогласно проголосовал и будет ходатайствовать перед комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Эскургии Казахстан о присуждении Марине Рашидовне степени доктора философии PHD по образовательной программе медицина. Прежде чем мы слово диссертанту предоставим разрешите зачитать решение диссертационного совета в следующей редакции. Диссертационный совет по специальности медицины и сестерская наука на основании публичной защиты диссертационной работы Измайлович Марины Рашидовны на тему биомаркера эффективности аллергенспецифической иммунотерапии у больных с сезонным аллергическими заболеваниями по образовательной программе 6D 1101 00 медицина научной дискуссии результатов тайного голосования ходатайствует перед комитетом по обеспечению качества сферы науки высшего образования Министерства науки высшего образования Республики Астан о присуждении степени доктора философии PHD будут ли какие-то возражения предложения нет тогда поздравляем вас и предоставляем слово Марине Рашидовне теперь вы можете сказать все что вы думаете про это все пожалуйста да благодарю вас разрешите выразить благодарность в первую очередь нашему Карагандинскому медицинскому университету в лице ректора Тармухамбетра Наракабековны за предоставленную возможность пройти защиту стенок нашего университета за помощь в решении текущих вопросов позвольте выразить огромную благодарность диссертационного совета за ваше участие ценные замечания в ходе заседания ваша экспертная оценка конструктивная критика играют очень важную роль в развитии науки и для меня это является честью иметь возможность поделиться результатами своих исследований перед вами я искренне ценю вашу поддержку вклад в развитие научного сообщества благодарю вас уверена что экспертиза поможет мне в дальнейшем развивать и углублять тему исследований хотелось бы выразить огромную благодарность моим рецензентам в задержке Целыковне Мире Женисхановне за ваше ценное участие в составлении рецензии на мою диссертацию ваши обстоятельные профессиональные замечания играют важную роль в дальнейшем совершенствовании моей научной работы ваш вклад не только обогатил качество исследований но и вдохновил на стремление к высшим стандартам научного исследования сердечно вас благодарю за ценные замечания за поддержку благодарю неофициального оппонента выступившего на заседании доктора медицинских наук профессора Тейра Тимирлановича ваши замечания советы и конструктивная критика оказали огромное влияние на качество нашей работы благодаря вашей поддержке я смогу улучшить наше исследование подготовиться к дальнейшим исследованиям особая благодарность за подготовку документов ученому секретарю Стабаевой Лелии Митилбаевне и конечно хотела бы выразить искреннюю благодарность моим научным руководителям без поддержки и наставлений которых этот путь был бы невозможен прежде всего хочу поблагодарить Миротерстану которая оказала неоценимую помощь на протяжении всего процесса подготовки диссертации вы бы всегда вдохновляли меня стремиться к новым знаниям не останавливаться на достигнутом также выражаю огромную благодарность и признательность зарубежному руководителю Лелии Тимуровне ваше внимание к деталям критический подход к работе позволили мне увидеть вещи с новой стороны улучшить качество исследования и конечно же огромные слова благодарности моему научному консультанту Наталье Егоровне вы всегда были рядом вы всегда поддерживали помогали преодолевать трудности абсолютно на всех этапах работы ваше терпение и ваш профессионализм стали важной частью моего научного пути всем благодарю спасибо Марина Рашинна уважаемые члены диссерпционного совета будут ли какие-то рекомендации замечания по процедуре диссерпционного совета официальных официальных рецензентов неофициальных рецензентов всех присутствующих кто активно участвовал в дискуссии вот за тоже проявленное терпение всем большое спасибо и на этом коллеги заседания диссерпционного совета прошу считать закрытым спасибо спасибо большое спасибо большое спасибо 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 до свидания Рафаил Леонидович до свидания Марина Рашина поздравляем очень приятно было и вас поздравляем Ермит Миранович горжусь нашей дружбой спасибо до свидания Продолжение следует...